Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хотела бы показать вам свои обновки на весну и лето. Если вы хотите как-то развлечься, отвалечься, рассмотреть, что интересного есть в актуальных коллекциях или, возможно, что не стоит покупать, присаживайтесь поудобнее и поехали! Наверняка вы заметили, что в этом сезоне очень много разных джинсовых вещей и даже аксессуаров, и я тоже купила себе что-то, чего у меня нет. Во-первых, это джинсовая юбка. У меня была похожего формата юбка из Zara, я ее очень любила, долго носила, потом она стала на меня велика, и я вынуждена была ее передарить. Кто-то может спорить с тем, что такие модели не подходят для низкого роста, тут решать вам. Мне все нравится, я планирую ее носить, возможно, чуть-чуть укорочу просто ножницами. Я видела консультанта в магазине в такой же юбке, она еще ниже меня, я не могла понять, какой у нее размер, и она сказала, я взяла ножницы, обрезала, и поэтому она у меня не практически макси, а миди. Возможно, я поступлю таким же образом. Я рассматривала разные юбки в разных магазинах и пришла к выводу, что самое разумное соотношение цены и качества сейчас в Страдивариусе. Обратите внимание на то, что эти юбки отличаются не только по длине и по цвету, но также у них разное качество материалов. У меня были все, я решала, какую оставить, во-первых, у меня никогда не было белой юбки такого плана, поэтому оставила белую, и именно белая из самого плотного материала. Что касается других, то мне хорошо подходили в размере 34, но белую я взяла себе в размере 36, потому что этот материал хуже тянется, но плотный джинс зачастую растягивается и сидит уже потом более свободно. Я планирую носить эту юбку и с каблуком, а если укорочу, то, скорее всего, с какими-то белыми кедами, не с какими-то основами, которые тоже у меня появились. Продолжаем разбирать мой образ. Будучи в Страдивариусе, мне понравилась эта юбка в сочетании с голубым джинсом, и там были укороченные куртки, но они какие-то такие квадратные, что ли, и я думала, стоит брать или нет. И потом в магазине Resort встретила эту. Она тоже укороченная, у нее очень стильный икрой, у меня размер XS, но сидит она достаточно свободно. Красиво будет смотреться со всеми пастельными цветами. Икрой у нее классный, нетипичный для меня в последние годы, потому что я как-то привыкла к джинсовым рубашкам Oversize. Я думаю, что многие мои зрители также такого плана куртку можно носить, например, со всеми вещами на завышенной талии, и ткань у нее не тонкая. У меня не очень много обуви на каблуках, связано это и с образом жизни, и с тем, что у меня активные дети, и собака, и живем мы в старом городе, выбираясь куда-то, прогулки по брусчатке на каблуках, это то еще удовольствие, но куда-то на выход, или просто в ресторан съездить куда-то на обед, когда я знаю, что я недолго буду ходить, я решила все-таки разнообразить свой гардероб еще и летней обувью на каблуках, весенне-летней. И сейчас вы много где можете встретить шлепки вот такого формата, и они смотрятся очень женственно, здесь не слишком высокий каблук, то есть в них удобно и супер универсальный цвет. Вот эти я купила в Mango, я не помню, это кожа или нет, возможно нет, пока что я их не обувала ни разу, по той причине, что у нас до сих пор какая-то затяжная холодная зима, и мне хотелось бы купить себе еще и шлепанцы такого же цвета на плоском ходу, что-то такое рыженькое, потому что этот цвет подходит много к чему, и очень красиво смотрится с джинсом. А, забыла сказать, у меня 38 размер, вообще у меня 37,5, но такое редко можно встретить, особенно в сетевых магазинах, поэтому 38 окей, они невелики, не спадают, но насколько сильно я пообдираю кончики, это мы проверим, когда потеплеет. Следующая джинсовая вещь, это тотальный выход из зоны комфорта, потому что я не часто ношу что-то в облипку. И я скажу вам честно, что я купила это платье до пасхальных праздников, потом я была занята, потом навалились другие обстоятельства и совершенно другие хлопоты, и я подумывала его вернуть. В итоге прошло время, вернуть я уже все это не могу, придется носить или буду продавать. Не знаю, хотя платье само по себе классное. Это джинсовое платье миди, более темного цвета, с открытыми плечами, ключицами, руками. И меня немножечко смущает длина и то, что оно мне несколько велико в груди. У меня размер S, я не хотела, чтобы оно сильно меня обтянуло, надеюсь, что оно не растянется, и я не буду его ловить. Может как-то ушить или, не знаю, пока что я не определилась, но вот так иногда тоже бывает. Покупаешь, потом забываешь и скажите, что думаете вы. Мне нравится, ну вот я так как-то мерила на себя, и мне кажется, что оно лучше смотрится с подчеркнутой талией и с каблучком. В целом платье классное, если оно вам нравилось, если вам подходят такие модели, то могу советовать, потому что оно само по себе выполнено очень хорошо. Весна и лето, это однозначно время льна, я люблю этот материал, не каждый лен колется. У меня есть мои любимые вещи, которые я ношу годами, и я прощаю льну помятость. Как-то издалека видно, что это натуральный материал, и лично я не обращаю на это внимания, и меня это как-то не триггерит. Ранней весной я показывала вам брюки такого же цвета, тоже из льна, из H&M, и взяла себе шорты. Они есть еще и черного цвета, они просто идеально подходят к жакету, который я покупала тоже в H&M в прошлом году, наверное. Сейчас он снова представлен. Он классный, он мнется, и ничего страшного. Я взяла себе 36 размер для того, чтобы они ничего не пережимали и не были чрезмерно короткими. Мне кажется, что когда ты куда-то одеваешься и идешь, то нужно учитывать обстоятельства, и не всегда короткие вещи уместны, и это удобно. Поэтому я ношу и то, и другое, но всегда смотрю, куда я направляюсь. Это шорты именно классические, да, то есть они такого а-ля брючного формата, и с жакетом, с плоским ходом, с каблуком, с чем хотите, и с любым верхом. Тоже в H&M заказывала себе шлепки, которые чем-то похожи на биркенштоки, но все-таки более какие-то такие стильные, что ли. Я знаю, что многие любят биркенштоки, но я как-то не могу себя сломать. Не совсем мое, а это удобно. Насколько я помню, это линейка премиум. Могу ошибаться, но обязательно, если они все еще есть в наличии, я оставлю вам ссылку в H&M. Именно в летних коллекциях много всего интересного и того, что хорошо служит. Пляжные шлепанцы, даже в город, вот куда угодно, если вы любите такого формата обувь, то обратите внимание, у меня 38 размер, по длине окей, они немножко громоздкие, но все нормально, все как я хотела. И можно также ширину немножечко подогнать под вашу ногу, потому что здесь все регулируется, то есть можно сделать шире или наоборот чуть уже. Шлепанцы с такими золотыми заклепками, они не тяжелые. Не могу сказать, натирают или нет, потому что не успела проверить. Так сложилось, что в течение нескольких летних сезонов я покупала себе рубашки из льна в разных магазинах. И сравнивая все, могу сказать, что хуже всего носится рубашка из Stradivarius, из Zara, окей, но мои самые любимые, такие самые прочные, после стирки, после глажки, после бесконечной носки, они остаются в прежнем виде, они недорогие, есть разные расцветки. И я беру себе на размер больше, потому что лен любит немножечко как бы сбежаться после стирки, если где-то там не уследишь за температурой. И также я обожаю завязывать рубашки где-то вот выше ремня и носить их со всевозможными вещами на завышенной талии. Это могут быть брюки, это могут быть юбки, шорты, что угодно. И мне так понравился коралловый цвет. Я безгранично влюблена в свитер, который купила мне моя Настя в Uniqlo. И этот цвет так освежает, он подходит и брюнеткам, и блондинкам, и рыженьким. И такие рубашки есть разного цвета, они с белыми пуговками, такими немножко жемчужными. Смотрится хорошо, и это полностью натуральный лен. Летний костюмчик, на который я не делала особых ставок. Думаю, посмотрю, если классный материал, то оставлю. Оставила. Эти вещи подаются отдельно. Темно-зеленого цвета. И поверх это не принт, а вышивка. Я хочу сказать вам, что не так-то и дорого получается. И это не просто какие-то модные, актуальные вещи, конкретно в каком-то сезоне. Вы сможете носить их из года в год. Они и оригинальные, и женственные, и тоже на теплую погоду. Отлично, потому что это натуральный хлопок. Можно оголить ноги, но при этом не переживать за свой комфорт. Потому что это не просто юбка. Что касается верха. Он у меня в размере XS. И здесь такие рукава в виде фонариков. Мне нравится, как это сидит на мне. И я обязательно буду носить эти вещи как вместе, так и по отдельности. Юбку я взяла себе. Это даже не юбка. Это юбка шорты. Низ у меня в размере S. Материал точно такой же. Я побоялась, что в XS я не втиснусь. И потом уже его не было. А эска в области талии сидит свободно, но не критично. Ничего не буду с этим делать. Ткань точно такая же. Самое классное в этой вещи то, что это юбка шорты. То есть выглядит как юбка. Но можно не волноваться, если подует ветер. Или нам нужно где-то присесть. Костюмчик кайфовый. Можно и на пляж, и в город с каблуком. Даже такой вечерний вариант для выхода куда-то в кафе, на террасу. Когда уже будет это время? Еще одна пара на каблуке. Признаюсь честно, что я увидела их на одном блогере, за который я слежу. Мне они так понравились, что я сразу их заказала. Еще было так холодно. И эти лодочки были в двух цветах. К сожалению, это не кожа. Но такого плана обувь для меня ок. Потому что я и так долго в них не выхожу. И вообще-то у меня нет особых каких-то проблем с некожаной обувью. Если уж совсем откровенно. Мне нравится носик. То, что здесь такая как бы пряжка. И она не золотая, не серебристая, а такая же кремовая. Это не чисто белый цвет, а именно кремовый. И 38-й здесь идет именно на 38-й. Сначала их обула. И думаю, надо поменьше. А потом поняла, что поменьше нет. Мне некомфортно. Они мне жмут половинчатый размер. Это иногда боль. И такая же боль, как например 35-й. Нужно постоянно выискивать, учитывать какие-то нюансы. Я очень люблю такой цвет. Потому что он не менее универсален, чем тот же коричневый или черный. Ко многому подходят. И я надеюсь, что у меня будут поводы для того, чтобы выгуливать их в свет как можно чаще. Большая часть моего сумочного гардероба, назовем это так, состоит из базовых цветов. Я действительно ношу их чаще всего. И какие-то летние сумки, яркие, я не покупаю в люксовом сегменте. Вообще сейчас другие финансовые приоритеты. Но даже если была бы возможность, я бы сомневалась. Потому что это не та вещь, которую я буду носить ежедневно или максимально часто. Конечно, если бюджет безлимитный, то можно накупить и люксовых сумок в разных цветах. И ни в чем себе не отказывать. И я остановила свой выбор на кожаной сумке. Классной формы. Она только ко мне приехала. Да, она не супер дешевая. Но у меня есть сумка от этой марки. Фами Кэр. Бордовая. Вы не так часто ее видите, потому что цвет недостаточно базовый. Только по этой причине. Но качество у них супер. Это кожа. Я пока что не поснимала все вот эти пленочки. Она приезжает так хорошо, надежно запакованная. То есть ничего не мнется, как видите. Я ничего не выравнивала. Она маленькая. Она супер симпатичная. Такая, как зефирка какая-то. И со светлыми вещами, с джинсовыми. Класс. Здесь ручка такая короткая, как я люблю. Можно надеть на плечо, наверное. Ну так, не очень удобно. Скорее куда-то на кисть повесить. Здесь такая недлинная ручка. Но по-моему она как-то регулируется. Я пока что буду с ней разбираться. Но для меня такого размера вполне достаточно для того, чтобы сложить все самое необходимое. Это телефон. Вот он сюда влезет. И ключи от машины. Может помаду какую-то. Я практически не ношу с собой косметику. Я не выискиваю сумки такого размера, куда можно сложить полжизни. У меня просто нет такой необходимости. Слушайте, она очень симпатично выполнена внутри. Все швы ровные. Замок хорошо работает. Сумка закрывается на два замка. Здесь два бегунка, ползунка, как они правильно называются. Внутри симпатичная подкладка. Они есть разнообразных цветов на лето. Самое то. И кожа не будет, знаете, быстро царапаться. То есть она не глянцевая. Мне захотелось нежно-розовую. Внутри есть карман. Просто чисто для зеркальца или карточки. И также второй кармашек на замке, что тоже удобно. Куртка из эко-кожи, из резервт. И тут такая ситуация. Я хотела себе такую же куртку из кожи. Но у меня не хватило ни сил, ни терпения, ни времени ее таки найти. В магазинах куртки вот такого плана у нас нет. Я не видела, не встретила. Скорее всего, в каких-то локальных брендах они все же есть. Я же вижу их на других. Но как-то то не сохранила, то где-то мелькнула, блогер не отметил. Ну, короче, я задолбалась, простите за выражение, и купила себе в резервт. До этого у меня были кожаные куртки, но они все такие укороченные. И мне хотелось черную с потертостями. Но не угольно-черную, а такую вот на грани с коричневой. И чтобы она сидела объемно и свободно. И чтобы не была укороченной. Не знаю, что касается верхней одежды, то я очень редко ношу что-то укороченное, когда реально прохладно. Потому что в таком возрасте, господи, как это прозвучало, ты все же бережешь свое здоровье. И я очень устала болеть, поэтому, знаете, дую на холодное, лишь бы ничего там, никак себе не навредить. Да, такое предисловие. И что касается вот этой куртки, она не прям супер дешевая. Выглядит классно издалека. Можно даже не догадаться, что это эко-кожа. Она такого цвета, как мне хотелось. И она у меня в размере S. Меньше не было, но меньше вот лично мне и не надо. Сшито хорошо. И как для резервт, у них бывают прям хорошие вещи. Если вас не смущает то, что это эко-кожа, то тоже могу советовать. Тем более, что у них регулярно какие-то акции, какие-то скидки. И, в принципе, скидки тоже начинаются уже в июне. И ее можно будет купить еще дешевле. Молочные кеды. Не белые, а именно молочные. По-моему, там цвет как-то называется то ли cream, то ли что-то такое. И я поняла, что чисто белая обувь, ну, неплохо выглядит с тем, что у меня есть. Но все же этот цвет мне больше подходит. И к тому, что у меня есть, и, в принципе, как-то, знаете, ближе по духу. И я давно наслышана о кедах V. Я видела их на других и знакомых в том числе. И многие их хвалили. Они есть из эко-кожи, а есть и кожаные. И этот цвет буквально всегда распродан на Золанду, на других каких-то интернет-сайтах. И потом, я не знаю, как так получилось, я нашла их на сайте and other stories. Поэтому, если вы за ними гонялись, если вам они нравятся и вас устроит то, что я сейчас скажу, то там они продаются. И там был 38-й размер. Они, ну, такие базовые, универсальные. Мне нравится то, что вот эта буковка V, она не цветная. Но там есть разнообразные варианты. Мужские и женские модели. Есть модели унисекс. Но они не подойдут на узкую ногу. Потому что они такие широковатые, удобные. У меня нога не узкая. Поэтому мне как раз комфортно. И они не самые легкие. То есть, тяжелыми их тоже не назову. Но у меня кеды были из резервт. Правда, кожаные. Но они гораздо легче. Я их обожала. Правда, за несколько лет я их так угробила. Потому что я носила их всегда и везде. И еще стараюсь их как-то подрихтовать, чтобы продолжать носить. Даже вот с собакой выходишь, возвращаюсь всегда грязная. Поэтому нужно надевать что-то такое, знаете, что не жалко. А вот эти тоже я уверена, что буду носить максимально часто. Потому что это база. Это то, что можно носить и осенью, и весной, и летом. И они кайфовые. Мне нравится то, что подошва здесь тоже не чисто белая. И ее будет гораздо проще содержать в чистоте. А если у вас есть светлая обувь, вы не знаете, чем ее отмыть, то берем или вот эту губку такую белую. Знаете, она как-то называется, но я точно не помню. У нас это магичная гомбка. Ей много что можно очистить дома. Кто-то говорит, что это вредно. Но для обуви она подходит. Или паста The Pink Stuff. Она тоже работает отменно. Это так. Немножко не по теме, но полезно, говоря о светлой обуви. Мы с вами еще не закончили с джинсовыми вещами. Потому что я купила себе джинсовую рубашку розового цвета в Stradivarius. И тоже, девочки, не успела рассмотреть, распаковать. И вернуть уже не могу. И вот даже сравнивая с тем же Алиэкспресс, я знаю, что многие на дух не переносят вещи из Алика, но здесь много каких-то ниточек, которые мне предстоит пообрезать. Возможно, мне попался такой экземпляр. Я не стану никого защищать, оправдывать. Но факт остается фактом. Рубашка даже ближе, наверное, к куртке, потому что она не тонкая, она такая более структурированная. И они были разных расцветок. Она застегивается на кнопки. И в качестве чего-то веселого на каждый день у меня будет еще и вот такая рубашка. Но пообрезаю все нитки. Такой, знаете, подвох немного. Я совсем этого не ожидала, но будьте осторожны и обращайте внимание на детали и вовремя отправляйте посылки назад. Когда пообрезаю, то она будет вполне себе ничего так. Если выбирать в стационарном магазине, то периодически такое случается, что одна вещь лучше по качеству, другая чуть хуже. И это, наверное, уже какая-то норма в нашей жизни, особенно в недорогих магазинах. Как же мне нравятся весной и летом вещи из материала, которые называются шитье, если я ничего не путаю. То есть это хлопок в дырочку с вышивкой. Ну, я не модный блогер, я не какой-то фэшн-стилист. Я показываю то, что я покупаю, и где-то там тоже выхватываю какую-то информацию и пытаюсь одеваться так, как нравится мне, так, как я чувствую. Ну, в общем, вы знаете, что я себя никогда не позиционировала как эксперт в какой-то области. Вот. Это укороченная рубашка из магазина H&M. Она у меня в размере XS, подойдет также на S. Или если вы высокая девушка, например, и хотите что-то такое, что будет продуваться, и чтобы тело было видно, но не чересчур, потому что все-таки это прозрачная рубашка, но не прям, вот знаете, сеточка. Это хлопок, и она приятная к телу, на супер-жару отлично, и мне еще хочется найти хорошие белые брюки на завышенной талии, даже на праздник можно надеть. Если вас смущает прозрачность этого изделия, то под низ можно надеть какой-то такой хлопковый белый топик. Так что вариаций много, и я еще видела в резерв такой красивый сарафан, и платье, комбинезон из шитья. Я думаю, что я сниму шоппинг-лог, подсобираю свои силы, и отправлюсь в магазин, и нужно еще пересмотреть, что у меня из прошлых лет, чтобы вещи не дублировались. Но, к сожалению, белый хлопок, он затирается, занашивается с годами, и как только я вижу, что вещь пришла в негодность, я покупаю себе что-то похожее, потому что это универсально, это красиво, это так аккуратно, женственно, нежно смотрится. И сейчас есть огромное количество моделей, которые подойдут всем вашим требованиям. То есть это может быть длинный сарафан, это может быть короткий комбинезон, что угодно, или вот такая рубашка. Немножко нестандартная, но захотелось мне чего-то такого. В этом сезоне невероятно актуальна ткань и пряжа в букле, и все, что около того, немножко так в стиле Шанель, очень много укороченных жакетов, шорты есть, брюки, юбки, что угодно. Я покупала себе даже кардиганы у локального польского бренда, но я не решилась, совсем не мое. И потом из вот этой категории плюс-минус я увидела вот этот жакет, даже жакет-куртку, наверное, в H&M. Заказала, думаю, посмотрим, что и как. И в итоге, вы знаете, я частенько его ношу. И мне очень нравится то, что это не укороченный жакет, а он с поясом, то есть можно подчеркнуть талию. И он не короткий, он действительно защищает от ветра, от какой-то такой весенней прохлады еще. На вечер и цвет такой, как я люблю, у меня всегда бежевое помешательство. Это неисправимо, это не лечится, поэтому это просто нужно принять. Я также носила этот жакет, давайте так это называть, поверх какой-то футболки, лонгслива, когда было по прохладнее, с джинсами и с бежевыми лоферами. Супер стильная находка, и я уверена, что буду носить его не только в этом сезоне, но и в последующих. Много есть вариантов в том же резерв и так далее, но как-то этот мне больше всего пришелся по душе. И он не совсем такого кроя, даже не совсем, а совершенно другого кроя, чем все в стиле Шанель. Опять же, весна и лето – это безупречное время для соломенных, каких-то плетеных аксессуаров. И у меня есть сумки жесткой формы, у меня есть черная плетеная сумка из H&M. Она до сих пор в хорошем состоянии, я продолжу ее носить, но захотелось чего-то светлого. Эту сумку я покупала какое-то время тому назад, но их обычно достаточно в летней коллекции H&M, они недорогие. И помимо вот обуви Вэя и сумки розовой, все в пределах такого бюджетного сегмента в этом ролике. И я взяла себе эту сумку для поездок, потому что не всегда, особенно если ты куда-то летишь на самолете, то не всегда есть место, куда приткнуть вот эту пляжную сумку. Я люблю разнообразие, и все-таки на пляж или даже куда-то в город, это когда ты путешествуешь, посещаешь какие-то достопримечательности, тебе нужен аксессуар побольше, чтобы туда сложить и воду, и камеру часто ношу с собой. Ну а на пляж, понятное дело, там вообще и SPF, и что-то, чтобы постелить, и полотенце. И вот эта сумка, она хорошо тянется, сюда можно много всего вместить. И вот этот цвет такой универсальный, опять-таки, который подойдет много к чему, и прямо дышит летом. Самое обычное платье миди, но оно из приятного материала, такого мягкого, это вискоза, не H&M, а резервт, в размере XS. Оно спереди, типа как, на запах, поэтому в нем действительно не будет жарко, а если прохладно, то поверх можно надеть вот эту джинсовую куртку, и тогда смотрится еще интереснее. Мне нравится добавлять к такому платью какие-то аксессуары. Юги, Юги всегда на фоне помогает мне во время съемки. Если добавить какой-то поясок на талию, для того, чтобы ее подчеркнуть, или очки, тогда это помогает как-то еще более гармонизировать образ. И вот это платье можно и в пир, и в мир, и куда-то в горы, это тоже на пляж, на прогулку в теплый, солнечный, летний день, или же вечером с курткой. Вариаций нарядов с такими платьями очень много, если постараться, то можно найти еще более удачные варианты, но опять же, хочется платьев, но не особо хочется тратить время на шоппинг, поэтому оставлю его, и такие платья есть в разных расцветках. Купила себе шорты в Заре на завышенной талии, и они гиперкороткие. После зимы ты вот как-то волей-неволей переживаешь, как там твои ноги, где твоя талия, что с твоими бедрами, и первое время даже как-то смущаешься, но это у меня, мои какие-то, наверное, завихрения. Я надела эти шорты, посмотрела, думаю, можно ходить, особенно если на пляж, куда-то там на природу, где я никого не буду смущать, буквально пятой точкой, потому что они очень короткие. И я взяла себе 36 размер. В примерке я показывала их еще тогда, когда не надевала, не носила, и они сидят так больше, наверное, по фигуре. Сейчас они растянулись, в талии стали чуть шире. Можно было бы брать и меньше, потому что они не прям вот очень маленькие, то есть ширина здесь окей. И это джинсы без эластана, по-моему, да, то есть это, опять же, материал, который разойдется, немножко растянется. Они есть разных цветов, я хотела себе черные, но у нас их так быстро разбирают, что я не стала гоняться, взяла себе вот такие универсальные, и они тоже много к чему подходят. Вот в идеале для меня иметь шорты такого цвета, голубые и черные. И все. Я готова встречать это лето, пляж с купальником, даже с жакетом и с каблуком, если вам хочется показать свои стройные ножки. Я такое люблю, ношу, и тоже придется мне перебрать свой летний гардероб, потому что некоторые вещи на меня сейчас великоваты. Еще одна пара на каблуках. Мадам немножко понесло, ну правда у меня немного чего-то на каблуках или парад на выходные, а вот такие, чтобы знаете не слишком высокий каблук был, в меру устойчивый и чтобы выглядело так легко на ноге. Базовые босоножки, можно сказать, из Zara, это тоже не кожа. У меня 37 размер с тоненькими такими застежками смотрятся очень аккуратно и ко многому будут подходить. Даже куда-то на какое-то торжество можно надеть, куда угодно. это не сезонная вещь и я буду носить ее буквально годами, наверное, пока они не развалятся. На этом у меня все. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Но если вам ничего не приглянулось, все равно буду благодарна вам за поддержку пальчиком вверх. Это невероятно мотивирует и буду стараться радовать вас контентом и никуда не пропадать. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.